всем привет ребят нет здесь вы такого не увидите я не буду рассказывать о том как я вкусно позавтракала как я херенно выспалась мы здесь будем заниматься совсем другим сегодня походим по заре а чем бешкой так далее посмотрим чё сейчас тренди чё нет хочу найти себе крутые джинсы а также вам покажу как искать правильной локации для съемок потому что следующее воскресенье они мне уже понадобятся а значит искать их нужно уже заранее все погнали по не то чтобы я намеренно в него шла но он был в списке но просто он самый первый мы видим платье которая красивая но которая никогда в жизни и на пиалю бабушки на рубашке сразу до свидания на ребят готовьте здесь будет дикая озвучка все что я думаю джинсы надо искать чтобы были большие чтоб прям падали стали по самое не хочу чтоб каблуками ходил его щекол погрызли вот этот все надо еще обязательно смотреть высвешивший цвет варенку сейчас это в моде а вот это вот все ски не забудьте налетает на всякие шмотки я такое никогда в жизни не куплю потому что ну во первых это тряпочка это держаться структурировано не будет вообще и стоит это 80 евро на секундочку далее лучше сказать какие-то структурированные качественные вещи или джинсы в виде бурта кожаных в виде рубашек но не смотреть на вот эти вот биджачки которые например или кучи сейчас все уже давно не модно сейчас я покажу какие что-то вот это вот стряпочное оно не то чтобы некачественное так оно и не очень красивое сидит оно из девушки сделает какую-то бабушку такие вещи я вообще не люблю это не про меня леопарда 5 моде нет 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 максимум раз одену и то потом дома возвращается все нежненькое желтенькое розовенькое но тоже видите тут какой возраст стоит так что обращаем на это внимание здесь ни одной молодухи но еще лет бы 10 назад я просто скупала наверно все ну или не скупала но хотя бы мерила сейчас мне даже померить просто нет желания совсем ничего юбка которая сейчас в тренде юбочка на худышек с иными ногами в тренде сейчас такие сумки но не зары зары не берите она на следующую неделю вас уже будут разрываться хотя подождите зара у вас же нет зары в общем если набрать сумку такую то обязательно с кожи и кстати очень удобная вмещается все я больше люблю большие сумки нежели чем маленькие пиздюшки в которые ничего нельзя положить вот уже русские барышни тут с ума ходят вообще мода заре по моему не меняется вот как я покупала все такие джинсы лет пять назад так они до сих пор висят из джинсы мне хочется какой-то либо прям очень темный цвет но не такой дешевый этого это вообще не то что я хотела но касаемо цвета что-то либо такое либо уже смотреть на какую-то варенку на тоже чтобы это было более желто что ли они прямо давала такой синий грязный серый цвет тоже нужно искать на сайте осмотрела какие-то там были джинсы сейчас я здесь ничего не вижу потому что конечно смотрите как все это валяется мало что увидишь но надо ходить наверное еще где-то там есть кстати рубашка но нет почему-то мне кажется что zara сменила сегмент аудитории на более взрослый иначе как объяснить все это я не знаю как красиво смотрится это платье но она смотрится красиво лишь когда она висит на вешалке поле но всем что-то не то это не то это не то это какой размер 46 но естественно не то модель примерно вот такая должны прям висеть но вот по цвету мне не очень нравится надо мерить но пойдемте еще походим может что-то еще найдем вот костюмчик совсем для малышек кепочка по джинсу пожалуй единственное что я сейчас увидела из крутого курточка под кожу но не кожа наверно подумали что мы другом ходить искать классные штуки а я тут хожу просто и все обсираю да я ребят я сама в шоке что-то мне вообще ничего не нравится вот костюмчики в заре хорошенький материал такой плотный приятный к телу это что-то видим маечки с плечиками но вот это я не знаю надо померить как он общего сидеть и штаны до заре нужно смотреть на костюмчики удобные к телу джинса опять в тренде но естественно она никогда из него не выйдет но все в ничего если бы не вот этот вот ремешочек кстати сейчас так модно но тоже на вкус и цвет вот эти джинсы тоже классные все об ничего если бы они просто не обрезали конец джинс это самое стрёмное что может быть джинсов зачем обрезать вот так вот эту штуку песня модель как будто еще не успели дошить и дошивают но это так как задумано но наверное на фигуре она будет красиво смотреться настроенных и высоких а по джинсам я вообще разочарована не понимаю почему они продолжают отшивать эти пиджачки но неужели покупают но не знаю но это же не джинсы но вообще круто вообще неплохо вообще наверное даже по фигуре давайте его возьмем просто померить сплошное разочарование смотрела эту сумку в общем хотелось посмотреть но сейчас я посмотрела больше не хочется смотреть онлайн конечно она выглядела иначе есть что-то вроде утягивающего белья что ли я так понимаю а нет это ночные сорочки в общем домашняя одежда для в тренде футболки с какой-нибудь надписью что-то винтажное кстати это прикольно что-то написано хэйс стрит сан-фран ну вот короче калифорния так ну вот это зачем сейчас тренды такие футболки имейте ввиду с какой-нибудь кожаной курткой с кожаной они вот такой в этом сезоне зара мне нравится меньше и меньше либо уже все успею раскупить смотрю вроде все что я видела онлайн до сих пор по-прежнему здесь либо меняются уже вкусы и хочется выбирать хочется покупать качество и чтобы это красный красиво сидела они всего один сезон я у вас полкидала все джунки дома потому что я понимала что мы всеми короткий вкус и найти что-то крутое что сейчас тренде поэтому будем искать продолжать наверно пойдем сейчас бежим ребята то что вам рассказывают в россии про итальянцев что это самый горячий мужчины не верьте этому итальянцы очень сильно любят петушиться и одеваться под цвет своих майк который он выбирает это вообще ребята как бы вам объяснить просто imagine imagine короче занимайтесь ребят спортом не то чтобы я худею но я просто набираю другие формы я прям кайфую от своего тела сейчас и дальше наверное будет больше что хочу сказать если честно мне даже нравится так это размер l но если я мерила м но их уже больше нет то наверно у меня уже не поднялась рука и наверное это должно быть где-то примерно так но если честно по фигуре сидит очень даже круто и стильно особенно с длинными сапогами но здесь знаете в чем загвоздка загвоздка в том что я скорпион гребаный и вкусы меня меняется еще до того как я купила одежду но нет дело в том что я разбираюсь в вкусах мне все нравится но я одежда мне очень быстро надоедает и я больше люблю что-то простое базовое что мне не надоест чем вот это вот джинсовое платье которое я надену один или максимум два раза и потом все я заскучаю в нем и мне придется ему опять кому не дарить но вообще выглядит она очень круто ищите что-то подобное кому не надоедает вообще очень круто и даже как тренч я бы не хотела здесь ремень если честно я бы вот так прям оставила поэтому вот эти штуки мне здесь не нужны они мне не нравятся но это же можно и без этого на себя можно же без ремня по идее носить ну вообще неплохо да мне нравится мне нравится мне нравится для одного раза посмотреть примерки себя в гример очки так стоит она у нас даже не прям стук так и дорого 50 евро для такого джинсовое платье я думаю это вообще дешево нужно подумать я в заблуждении потому что она мне нравится на самом деле в общем я придумала то что мне поможет принять решение это очки потому что крутая стилизация это уже другой разговор вот если в очках и в запогах то это вообще очень прикольно смотрится мне нравится его колокольная форма мне нравится что она вверсайз очень прикольно сидит по фигуре в общем что делаем берем если что воскресенье вернем все просто вот объясните мне одну вещь нахера китайцы приезжают покупать одежду в италию шить не могут что ли иду к ребятам где я беру всегда матча в вот и обожаю пойдемте сделаем небольшую перезагрузку шариками здесь у нас значит starbucks пустит терраса полна итальянский вайп аперитивчик с пивасиком здесь есть как же они называются я не помню я вообще как что не хоть помню у меня есть такой билетик я уже выпила 3 мне нужно вот еще вот это вот все выжрать чтоб один не подарили прием ишу локацию это вроде подходит как вообще ищется локация смотрится что вокруг все чисто ничего нет никакой лишнего например как вот такие вывески магазины или окна где все видно когда минимализм граффити это допустимо но здесь конечно вот посмотрите сразу в центре города мы и здесь вот такой вот асфальт что не очень хорошо если снимать обязательно только вот так но в принципе как локация очень крутая потому что есть элементы виде светофора виде камеры что тоже можно обыграть и сделать кое-что прикольно решетки тоже интересный вариант можно экспериментировать поставить телефон туда попробовать подкрутить сделать вид что тебя снимает камера наблюдения в общем сохраняем важно сделать фотографию локации и на google maps она уже будет отображаться где она стоит вот рядом у нас бешка и локация здесь что еще хорошо что не закрывается свет прям падать будет на лицо и картинка будет шикарная важно если я буду стоять вот так то естественно солнце и свет вообще падает оттуда солнце нет ни свет и здесь меня темно здесь меня светло никакого очертания лица но если я встану как раз на эту локацию которая выбрала и свет идет оттуда то посмотрите как выглядит лицо сразу меняется все и как раз именно таким светом днем ним когда нет ни солнца не пасмурно вот с таким светом лучше всего снимать любое видео если честно мне хочется поискать что нибудь еще почище и смотрите никого нет как бы уже надо брать на заметку еще мне нравится здесь этот вот перила не знаю заборчик и вот этот дом но здесь темно когда солнце если только она будет прям напротив падает тогда наверное нужно смотреть нужно смотреть тоже и запечатлены всякий случай ну чё классно так что там есть парковка я наверное хочу рискнуть пойти посмотреть что там я не могу туда идти строго запрещено вы только выезжает но здесь можно каким-то образом снять сверху вниз как идет человек не захватывая при этом никого что еще мне нравится здесь местность но здесь видите машина опасно также мне нравится эта дверь и этот дом перспектива очень красиво смотрится тоже нужно смотреть запоминать он чистенький достаточно светлый дверь темнит но зависит все от образа но вообще как локацию тоже сохраняем вообще здесь локация интересная то что есть пешеходный переход можно сделать небольшую проходку от этого дома и вывести сюда главное чтобы не попадали люди и это будет не просто сделать но возможно будем вырезать кусочками в принципе архитектура мне очень нравится можно покрутиться здесь все зависит от сценария было бы круто если я смогла сделать проходку никого бы не было форм был бы и таким он очень чистенький а камера прикреплена где-то здесь как будто снимается сверху как ее прикрепить я не знаю но я купила гриб у меня есть помощница которая будет со мной снимать возможно мы будем что-то экспериментировать и думать есть идея это единственное которое мы сейчас пришла в голову у меня есть таких и обязательно беру что делается стоит помощник здесь со штатнем вверху держит насколько это возможно выше и выше телефон настраивается туда и ведется съемка как будто снимается с балкона крутая идея буду насуществлять так что еще еще есть одна площадь там есть один прикол прикол в том что у меня есть один знакомый который работает в гаи можно так сказать и он может достать видео которое снимает камера государства в общем не знаю но не факт я хочу посмотреть на эту площадь на эту камеру если мне подходит локация можно попробовать покрутиться этой камерой если меня конечно не арестует и попросить чувака как раз таки чтобы он мне достал это видео и она будет аутентичным самым настоящим видео с камерой что еще хочется еще хочется тележку магазинную мне мне пришла крутая идея я не знаю как это существует здесь в центре точно наверное никак и хочется парковку но больше всего мне хочется магазинную тележку прикрепить к нему телефон и чтоб кто-то крутил эту тележку пока я там кручусь и сделать вот такой вот кусочек видео мне кажется это очень интересно будет смотреться глаз прилипнет идея в этом здесь мне нравится очень район прикольно здесь тоже очень красивенько но здесь очень очень оживленно просто вообще мне бы не хотелось просто дома мне хочется что-то еще инновационное какой-то непонятной формы что-то такое интересное девчонки говорят мне кажется это перебор но я бы сказала это больше чем перебор я знаю куда в этом можно танцевать индийские танцы я пришла на эту площадь эта площадь это парк в целом она мне не подходит сейчас ищу камеру наблюдения я нашла этот угол с этой камерой наблюдения она висит на доме там как вообще узнал о том что есть возможность получить видео с этой камеры в общем рассказываю чувак был просто на службе и увидел как один постоянно прыгал под каждой машины пытаясь сделать так что как будто его сбили а вот поэтому он показывал видео именно с этой камерой наблюдения и я такая говорю ну раз у тебя есть возможность за ее заполучить может я там поснимать как-то и ты мне потом дашь кусочек не знаю получится или не получится и не факт что у меня получится здесь посниматься и не факт что он мне сможет это дать но попробовать все таки стоит если есть куда встать но я смотрю тут просто одни машины и все то есть вид так себе вот она стоит куда я смогу с ней стать типа тупо постоять здесь но это не очень будет красиво смотреться но попробовать не знаю не знаю за пальцы я хочу конечно прям по жести но можно и создать все таки камеры наблюдения никого не дергать лишний раз и тем более мне локации там ну честно не очень подходит там просто тротуар и машины стоят лучше использовать ту чистую локацию с красивым домом и сделать эффект в камере наблюдения в монтаже а вот про кого я говорю как раз таки вот это та самая полиция где он работает и возможно он в одной из этих тачек сидит сейчас подъехал это было бы вообще смешно там он значит красавец молотанельяна туда мы не пойдем но не помните что это Турин когда я говорила про интересное здание я говорила про что-то подобное футуристический стиль что из этого можно сделать не знаю но сохранила если бы снизу вверх поснимать то в рельсовом формате возможно но здесь отражение в зеркало все мешает что-то вот такое не захватывает отражение в зеркале перспективу вверх квартиры в Турине 415 тысяч евро 680 все мигает извините ну в общем по ценникам примерно так 510 990 непонятно что но это не прям чтоб еще и в Турине тут еще есть и за городом но рядышком с бассейном 300 квадратных метров 570 тысяч евро буду надеяться что в следующее воскресенье этот мотик будет стоять здесь потому что я его подметила и хочу прям присесть на него и поснимать одну вещь вот такие вот дела здесь мы мало походим я просто хочу в туалет и знаю что здесь он есть что у нас по формам вот такие формы 120 евро и это настоящая кожа чувствуется какая она твердая вот это уже другой разговор лоферы под гучи мужская мода в манго это классика и какие-нибудь худи со свитерками также джинсы разнообразие вот такие вот дела еще одна кожанка более мягкая уже стоит 150 евро поприятнее на ощупь как вы думаете это кожа коротышка ну нет это не кожа знаменитые на всю Италию на всю Италию торчит весь день достал знаю что сказать ребят как по мне мода в биржке в АЧМ куда круче чем манго и Зара каждый год ярмарка шоколада и каждый год я на нее попадаю когда у нас маффинцы у них ярмарка шоколада здесь чао чао вот эти я наверное себе хочу 120 евро прикольно и удобно ну по качеству почему-то мне больше всегда из кроссовок нравится адидас мощь в самом центре Турина просто пикачуха да что ну но комент ребят мне хочется отсюда уйти пойдемте в бешку платье походу было самой лучшей моей находкой ну вот что-то уже рядом честно я уже не думала что что-то найду из джинс ну примерно что-то такое такие шортики мне тоже нравится надо посмотреть как пойдут супер багги есть еще синий с черными колготками на каблуках будет просто бомба леопард повсюду и мюли я уже где-то видела кстати сейчас этот тренд вот этот цвет мне нравится больше это уже другое дело почему-то все майки в американском стиле так ребят я в бешке вся мокрая выбрала джинс куча на мне уже сидят одни тот цвет который я хотела джинсы должны сидеть на костяшках в принципе так они сидят можно еще немножко отпустить но даже при таком раскладе они не прям так слишком низко как мне бы хотелось мне бы хотелось еще пониже если потому что будет каблок выше они не будут такие низкие но если прям отпускать то смотрится прям именно то что мне нужно было важно еще посмотреть как выглядит джоба все показывать не буду покажу только то что мне понравилось еще одни такие же но они похудей почему-то здесь с трусами прикольно если трусы будут вылазить тоже ничего другой цвет форма примерно та же это у меня м но цвет классный мне нравится как сидит я ненавижу эти примерочные потому что здесь все что можно было показать что ты не хочешь показать ты покажешь придется показывать все потому что это третья модель которая мне нравится больше всех но не по цвету а потому как она именно висит как мне бы хотелось будет прям волочиться по асфальту мне нравится как она здесь еще сидит свободно и в отличие от скатер модели которые были прежде это модель супер багги но они здесь еще больше висят еще одни супер багги другого цвета но точно такая же модель боже я щас чокнусь есть еще просто багги это супер багги а есть еще просто багги честно не хочется мерить но надо считаю уже это полным издевательством потому что мне нравятся все это пятый и они мне тоже нравятся что за прикол сапогами смотрите как прикольно смотрится так блин я не поняла я думала мне ничего не нравится сегодня не будет короче мне нравится у нас беда есть еще такие я не знаю хорошо ли вам видно мне кажется не передает мне кажется тоже свет вообще не передает тоже классные и снизу еще на завязчиках наверное можно как-то подтянуть сейчас покажу в общем как-то так как будто джинсы исправлены в сапоги есть еще такой же песочные расцветки надо померить ну го слава богу хоть что-то мне не нравится хотя они тоже очень крутые но как они на мне сидят мне они не нравятся хотя тоже берите на заметку сейчас вообще это все у меня это все отчим на силу представляете возвращается футболка тоже прикольная нужно понять что на ней еще написано ну сидит ничего хотя это такая тряпочка на самом деле не структурированная ребят я уже честно под заебалась пошла локации закупилась просто выбрала трое двое джинс и еще коротенькие хочу зайти в АЧМ последний раз и все на этом меня больше нет ребята мы в АЧМе я только зашла и здесь пожарная тревога это первый раз в жизни такое но мы походу горим и надо уходить отсюда АЧМчик горит кстати это был самый классный магазин среди большинства люди просто несутся там реально какой-то дым что это может означать так что нифиг больше ходим по магазинам и домой я там хотела посмотреть одну толстовку и одно платье которое мне понравилось видимо онлайн и моя судьба но между делом АЧМчик самый чистенький на взгляд и самый такой приятный по одежде магазин бегут абсолютно все даже сотрудники мне кажется там кто-то курнул девчонка вышла с платьем которое мерила в примерочной даже не успела переодеться ну короче не знаю жду еще минут пять и все ухожу домой хочет закушать сегодня закажу вкусную пиццу Мазерати чуваки меня спрашивают что там случилось я говорю огонь всем интересно вышли охранники хоть чем-то заняться по работе классно когда что-то происходит у людей сразу такой фильм в голове просыпается и прям кайфуют стоять сейчас смотрят я вот стою потому что я хочу посмотреть то платье в общем ребят если хотите я поднимаю себе дома покажу вам образы и составлю что, чем, как можно носить на самом деле я прям по джинсе пришла и джинсу купила только ее и одну футболку так что всем интересно пишите комментарии я сделаю видео обзор дома тачки конечно крутые феррари проезжает еще одна крутая порш стоит а вот это я вообще не знаю что не это марселест я знаю вот это вообще прикол ребята что это очень интересная машинка прикольно вот куда ты на ней да это ляжки любят устраивать гонки уходи и